Формы. Они же плоские двухмерные объекты. Для создания данных объектов необходимо на вкладке панели управления создания Create выбрать соответствующую вкладку Shape Form. Мы наблюдаем здесь ряд библиотек со стандартными объектами, которые мы можем использовать. Стандартная библиотека плоских форм, Spline, Simple Line, простые линии, расширенные линии библиотека и Compound Shapes, это нововведение 2019 версии, составные формы, так называемые. Также это все продублировано в пункте меню создания Create и соответственно Create Shapes. Выделим оттуда необходимые элементы и расположим их здесь в данном интерфейсе. Воспользуемся, рассмотрим вначале, какие у нас есть объекты. Большинство объектов представленных в библиотеке Spline являются параметрическими. Например, такие объекты как прямоугольник, ректенгл. Во время создания мы можем задавать здесь его параметры. Это ширина, высота и радиус скругления на углах. За счет спиннеров на командной панели или задавая вручную эти значения. Также нужно напомнить, что создание объектов у нас с вами зависит от того, какой видовой экран активен. Если мы перейдем на видовой экран Front и попытаемся создать, то будет в качестве базовой использоваться фронтальная сторона. Left, соответственно, сторона левая. Top, это вид сверху, он немножко будет совпадать с перспективной начальной системой координат. То есть нижняя плоскость будет задействована как в видовом экране Top, так и в видовом экране перспектива при создании данных геометрических объектов. Три параметра рассмотрели. Окружность позволяет создавать заданные величины с радиусом, указанным с помощью ввода соответствующего значения. Или используя спиннеры с помощью мышки. Это единственный параметр при работе с окружностью. Эллипс имеет два параметра. Это две его соответствующих оси. А также у него есть свойства обводки. Если мы зададим, активируем соответствующий флажочек, появится возможность задать обводку для эллипса. Дуга задается по двум точкам и соответствующему радиусу. То есть точка начала, точка конца и точка соответствующего искривления данной формы. Можно менять эти параметры. Можно с помощью кнопочки реверс менять направление. И использовать закрытый сектор. Ну или открытый вариант это будет дуга с помощью соответствующего переключателя Pieslice. Инструмент Donat. Ну он же бублик. То что является плоской трубой. У нас есть два параметра. Это радиус внешней окружности, радиус внутренней окружности соответственно. Инструмент N-Gone. Многоугольник. В нем мы можем задать радиус inscribed. Описанной и вписанной окружности. Вот этими переключателями, которые редактируются. То есть эта фигура будет или описана, или вписана внутрь соответствующего радиуса элемента. Количество сайт сторон данного объекта. То есть можно добиться треугольника. Это минимальное значение. И если это необходимо, мы можем скруглить углы на данном элементе. За счет чего мы можем получить с нами тоже достаточно интересные формы. Вот. Стар звезда. Мы можем выбирать первый радиус внешний и второй раз. Радиус это внутренний элемент данной конструкции. Количество лучей изменяется с помощью параметра Point. В звезде есть функция искажения. Так называемый Distortion. Мы можем закручивать внутреннюю часть данного объекта в ту или иную сторону. Также мы можем использовать значение Fillet Radius 1. Это скругление на конце лучей звезды или Fillet Radius 2. Это соответствующее скругление на начальном месте выхода лучей из базового объекта. Также к плоским объектам относится элемент, который называется текст. Выбирается как в текстовом редакторе шрифт, начертание, его размеры, расстояние между символами, стройками. И сам текст необходимо вписывать в данное окошечко ввода текстовой информации. Переключатель ручного обновления данного элемента позволяет указать, каким образом будет обновляться информация в нашем видовых экранах. Если установлено ручное обновление, для того чтобы изменения отображались в видовом окне, нужно нажимать вручную кнопочку обновления этих изменений. Обычно эта галочка не активна, таким образом в реальном времени у нас отображаются изменения во время редактирования данного текста. Инструмент пружина является одним из довольно оригинальных инструментов, по той причине, что этот объект не совсем плоский. Потому что вначале указывается радиус, а далее мы указываем высоту этого объекта и второй радиус. Соответственно, этот объект располагается в трехмерном пространстве и использует три оси. Кроме этого, количество витков Тюрнс позволяет установить данный параметр, биос это смещение, в ту или иную сторону вот этих вот витков. По умолчанию он равен нулю, таким образом все витки есть равномерно, с равными расстояниями друг между другом. Два переключателя по часовой стрелке CV и CCV против часовой стрелки это направление витков пружины. Ик, яйцо, тоже достаточно интересный элемент, который позволяет создавать вот такой вот объект сложной формы. Менять расстояние между этими двумя элементами и менять угол искривления данного вот элемента. Инструмент Section является, в общем-то, как таковым инструментом для того, чтобы мы могли получать из трехмерной геометрии плоские объекты. То есть, если у нас с вами на изображении присутствует какой-то объект сложной формы. Давайте создадим объект сложной формы. Вот, допустим, такая вот сложная форма стенка. И нам необходимо получить сечение данного объекта на определенной плоскости. В этом случае мы можем использовать инструмент, который называется Section. Выделить этот объект. Значит, Section. Создать с помощью этого объекта плоскость, которую мы будем рассекать данный объект, выбрать, где эта плоскость будет расположена, и нажать, соответственно, кнопочку создания формы из данного объекта. Ну и будет создана соответствующая форма Shape 001. Этот вспомогательный объект впоследствии можно удалить. И мы получим вот такую вот формочку в виде плоского разреза от той сложной конструкции, которую мы, в общем-то, разрезали. Это Section. Инструмент, который позволяет получить форму разреза нашего сложного трехмерного объекта. И инструмент, который относительно недавно появился, это инструмент свободного рисования. Он появился в 2018 версии, в четвертом апдейте. Вот. И позволяет художественные сплайны создавать, что существенно расширяет возможности творческих личностей по созданию очень сложных элементов. Значит, у него есть свои интересные настройки, о которых в данном видео мы подробно рассказывать не будем. Вот. Это основная библиотека. Значит, вспомогательная библиотека Extended Spline. Здесь мы наблюдаем всего несколько элементов, которые у нас здесь есть. Это прямоугольник с возможностью выделения внутренней части соответствующими настройками его размеров и настройками по толщине данного элемента. А также есть возможность использовать скругление на внешнем ну или внутреннем элементе. Эта галочка регулирует возможность синхронизации данного параметра для двух объектов или возможности выбора для каждого из элементов своего значения. Такая вот арка называемая Channel. Соответствующая ширина, высота и толщина. А также скругление как и в предыдущем варианте. уголок. Параметры все те же самые, кроме того, что есть значение радиуса отдельно на все элементы или на внутреннюю часть угла. Edge Radius и Color Radius основные. Радиус и скругление. Три. Элемент Ти, прошу прощения. Элемент, который создает форму профиля на основе буквы Ти. Опять-таки толщина, геометрические размеры и скругление внутренней части буковки. White Flange вот такой вот довольно интересный профиль с теми же самыми параметрами. параметры у нас везде. Здесь примерно одинаковые. Геометрические размеры, высота, длина, ширина, толщина внутренней части и радиус скругления внутренней части соединения данного типа. мы рассмотрели две библиотеки это простые сплайны и расширенные. В простых сплайнах мы не рассмотрели параметр, который называется line. Об этом мы поговорим в следующий раз. в следующий раз.